Спасательной силой в нашем мире является спорт. Над ним по-прежнему возвышается оптимизм. Здесь уважают противника и соблюдают правила независимо от того, на чьей стороне победа. Слова лауреата Нобелевской премии Джона Клсерси сказаны в далеком прошлом и актуальны остаются по сей день. Известно, что БГТУ имени Шухова уделяет пристальное внимание развитию студенческого спорта. Этому свидетельствуют прошедшие 15-16 октября соревнования студенческой лиги ВТБ по баскетболу среди мужских команд. На паркете спортивного зала номер один состязались команды «Белые львы» БГТУ имени Шухова и их соперники Грифоны, гости из города Симферополь, Крымский федеральный университет. Первая игра окончилась счетом 81-73 в пользу команды «Белые львы». Во втором матче у южной команды была возможность отыграться. А как проходила их подготовка и какие напутственные слова говорил им тренер, мы поинтересовались у капитана команды. Первая игра очень на нас повлияла морально. В первой игре просто получилось так, что мы проиграли подбор, нападений у нас много сняли, у команды было намного больше атак и много очень потерь допустили. Наш тренер сказал, чтобы мы играли жестче, так как по вчерашней игре судейство просто не очень порадовало нас. И мы поняли, что нужно с такой командой, с таким судейством просто играть жестче. Сказал просто не быть как девочки. Ребята из команды Грифоны были настроены решительно на победу. И второй матч был со счетом 58-69 в пользу гостей из Симферополя. С какими трудностями столкнулись команды и как проходила подготовка к матчам, нам рассказали тренера команды БГТУ имени Шухова и команды Крымского федерального университета. Первая игра получилась такая боевая, интересная. К сожалению, травмирован Лисицкий, один из лидеров нашей команды, поэтому он играл даже не в полсилы, меньше. Ну а остальные игроки, непонятно по каким причинам, будем разбираться. Не проявили волю к победе, в общем, таких вот бойцовских качеств. Ну вчера вы видели игру, мы дали разыграться 11 номеру парню, он забил очень много очков, подтянул команду. И в конце ряд ошибок, которые мы сделали, привели к тому, что мы проиграли игру. Сегодня мы тогда сыграли построже с этими ребятами, то есть с 11-7 номером, не дали им разыграться, ну и сами что-то попали. Сегодня мы забили 69 очков, ну в принципе тогда надо было 70, за 70 это уже победа, можно сказать. А команде, которая вчера нам забила 80 очков, дали забить даже 60 очков, значит, победа заслуженная. Игра прошла волнительно для обеих команд. Какие трудности были в организации данного матча и что ждет команд в дальнейшем, с нами поделилась Мария Алдушина, менеджер команды «Белые львы». Сложности были прежде всего в организации продумывания самого мероприятия, чтобы были учтены абсолютно все нюансы, потому как Ассоциация студенческого баскетбола представляет перечень обязательных требований, которые должны быть представлены во время матча. Впервые в нашем вузе я видела бегающего маскота во время представления, я видела выступления коллективов, каждый перерыв. Я видела, что зрителю не скучно, я знаю, что идет прямая трансляция, абсолютно уверена, что любой болельщик, даже если у него что-то не получилось, не сложилось приехать на матч, он со спокойной душой болеет за наших дома в домашних условиях. Все идет по определенной разработанной заранее сетке, соответственно, наши поедут уже непосредственно на следующую игру, а команда Крыма поедет на свою игру, уже заранее запланированную. А для вас работали Сухова и Елизавета, Усова, Алена, специально для Студлайф.